Славлю я мой край красивый, славлю край приволжский милый, славлю песни птичьих стай, славлю мой чувашский край. Жил-был чувашский богатырь Потар. Не раз приходилось ему защищать свою землю от врагов. А в свободное от ратных подвигов время Потар сеял хлеб, по стадо выращивал сады. Такими же храбрыми воинами и умелыми землепашцами выросли его сыновья. И сыновья сыновей. И назвали люди этот край Патриял, богатырское село. Так гласит легенда, а историческая наука отчасти подтверждает ее. Остатки богатырских поселений до сих пор хорошо видны вблизи села Тягашево и других деревень. Неспокойное было время. На веке золотардынских войск превратили цветущие земли в пепелище. И лишь в 16 веке после присоединения этих территорий к русскому государству вновь восстановился привычный сельский уклад жизни и добрососедство, которым и по сей день славится Батаревский район. В Батаревском районе живут, наверное, самые дружные люди. Они не обсуждают, они независтливые, они помогают друг другу. Это самое главное. Уважительно и бережно относятся батаревцы к своему прошлому. В каждом селе, в каждой деревне есть памятные места, святыни, с которыми связаны основные вихи истории и Чувашия, и страны в целом. Вот Туруновская Свято-Никольская церковь. Построенная в 1747 году, она единственная в районе и одна из немногих Чувашия, которая сохранилась в неизменном виде. В первые годы безбожия прихожанам удалось спасти ее от разрушения, а уже в 1945 году храм вновь был открыт и действует до сих пор. В этом храме служил, начинал служить здесь, это вот первая его служба, это священно-мученик Герман Кокель. Он учился в Симбирской Чувашской школе, захотел стать священником. В 1909 году он был 26 июля возведен в сан священника, написано архиепископом Симбирским Яковом Пятницким. И уже с этого времени, июля 1909 года, вот он здесь прослужил год с небольшим. Претерпел за веру, был арестован, посажен все время и расстрелян. Брат священно-мученика тоже хорошо известен, притом не только в Чувашии, но и за ее пределами. Алексей Кокель стал одним из основателей Харьковской художественной академии. В память о том, какой вклад внес он в становление советского изобразительного искусства, в село Тарханы каждый год на пленэр съезжаются художники из разных уголков – России и Украины. Культура вне политики. Больше того, это одна из самых действенных миротворческих сил, один из самых понятных языков. И мы говорим, вот сидим вечерами за чашкой чая у себя в гостиной, среди картин, созданных художниками разных национальностей, разных вероисповеданий, и мы не ощущаем, что нас что-то разделяет люди. Мы все добрые, прекрасные, красивые, целеустремленные, у которых имеются дети, внуки, любимые люди и так далее. И мы понимаем, что планета, она не создана для войн и для расприй. Добрососедство у батаревцев крови. Примерно четверть населения района – татары, и ни разу не было случая, чтобы на национальной или религиозной почве случился конфликт. С большим почтением относятся здесь к татарским святыням, захоронениям исламских миссионеров. Правда, арабскую вязь разбирают даже не все мусульмане, до того она старая. Здесь покоятся люди, которые переселились из древнего города Шахри-Булгар, то есть это Булгар, столица Булгарии и первая столица Золотой Эрды. И они переселились сюда. Вот Ямюш Хаджи, Ибрагим Угла, вот такие вот фамилии, не фамилия, а имена вернее. В Батринском районе находится и второе по величине село России – Шигардан – духовный центр всех мусульман республики. В 2010 году здесь была торжественно открыта соборная мечеть имени трех сподвижников. Действует единственная в Чувашии медресе Гулистан. Местные жители одинаково свободно владеют и чувашским, и татарским, и русским языками. Что неудивительно, смешанные браки в этих краях – не редкость. Париду и Альбине это очень помогает и в профессиональной деятельности. Она занимается с юными дарованиями в татарском Шигардане. Он – бессменный звукорежиссер на всех выступлениях юных танцоров и певцов в чувашском селе Батарева. Вообще свадьбы в Батревском районе играют в последние годы все чаще и чаще. И новых домов строится все больше и больше. Одна за другой в селах и деревнях появляются целые улицы. Кстати, здешнюю архитектуру не спутать ни с какой другой. Это тоже визитная карточка Батревского района. Это поддерживает население местное. Жить здесь, развиваться здесь, строить здесь, семьи заводить здесь, детей рожать здесь. И мне очень приятно и отрадно, что моя малая родина, в частности, мой родной Батревский район, живет, развивается, процветает. Что здесь люди смотрят на жизнь с оптимизмом. Почти сто лет назад Батревский район был политическим ресталищем. Здесь проходили бои между красноармейцами и Белой гвардией. Хотя установление новой советской власти прошло в Чувашии достаточно спокойно, гражданская война в этих краях запомнилась надолго. Вот стоит мельница памятника культуры, там стоял пулемет, там отстрелился Петр Крепков. Мельница уникальна тем, что она стоит со времен гражданской войны. Там и жернова там лежат, все полностью сохранилось. Чувашии немного памятников времен становления советской власти. Наш памятник один из них. Незгибаемый дух и воля к победе – вот что унаследовали современные Батревцы от своих предков. Особенно ярко это проявляется у спортсменов. Победительницей призер чемпионатов, кубков мира и олимпийских игр по кросс-кантри, заслуженный мастер спорта по маутинбайку Ирина Калентьева впервые села на велосипед в родных Нарваш-Шагалях. Следом за ней этим спортом увлеклись десятки юных односельчан. Есть Ольга Терентьева, перспективная тоже, она в Европе выступает, в мире выступает сейчас. И есть девчонки тоже прекрасные, это Ирина Креслина, Марина Филиппова. Есть мальчики, ребята есть хорошие, тоже прекрасные. У них большие перспективы, будем надеяться, что они тоже попадут в нашу национальную сборную и прославят наш Батревский район. Побывав в Батревском районе, нельзя не заглянуть и в школьный музей в деревне Шаймурзина. Здесь родился и учился один из самых известнейших поэтов, открывший Чувашию всему миру, Геннадий Айгим. Друг и ученик Бориса Пастернака и Михаила Светлова, лауреат премий Андрея Белого Пастернаковской, французской академии, командор Ордена литературы и искусства, он неоднократно выдвигался и на иссоискание Нобелевской премии по литературе. У нас Геннадий Николаевич Айгей переведется на многие языки, языки мира, уже больше 50 языков. Между прочим, он учился с моим папой, и папа мне очень много рассказывал, что он был очень способным мальчиком. Вот, например, я помню, как он рассказывал, что он идет по коридору и рассказывает стихи, никем не написанные. На снежинке все несут и несут на землю иероглифу Бога. Среди уроженцев Батревского района вообще удивительно много поэтов и писателей. Василий Давыдов-Анатри, Михаил Юхмар, Аиса Сарби, Алексей Талвир. Но не только талантами богата здешняя земля. Она еще удивительно щедрая и плодородна. Для директора закрытого акционерного общества Батревская эта посевная 16-я по счету, и каждую он вспоминает с благодарностью. Тираны говорят, палку поставь в поле, она зайдет, говорит. Ну, плодородная пошла, действительно. Израина, наверное, говорилось, для крестьян это все земля. И войны от земли происходили, и, например, на сегодняшний день, с чем мы, например, зарабатываем это на земле. Неудивительно, что Батревский район – лидер сельскохозяйственного производства Чуваши, несмотря на то, что засуха – явление нередкое. Успешно возделывают здесь и зерновые культуры, и картофель, и лук-севок, и сахарную свеклу с использованием миллиардных систем. Агропромышленный комплекс Батревского района развивается по всем законам современного бизнеса, помноженным на лучшие традиции предков. Закон основной – это любить свою землю, любить свой район, работать на земле. Иначе невозможно. Какие бы законы ни были, если не любить землю, не относиться к ней бережно, никакого бизнеса, никакой поддержки не поможет. Поэтому, в первую очередь, любовь наших сихо-соверопроизводителей к своей земле – это большой успех. В Батревском районе находится и самое большое в республике пчеловодческое хозяйство. Пасечник Николай Пирожков поставил дело на научную основу и считается признанным авторитетом у пчеловодов России и ближнего зарубежья. Для пчел Николай Петрович засевает специальные пастбища. Ароматы фацелии, мордовника, донника разносятся на многие километры. Помимо производства необыкновенно вкусного меда, прополиса и других продуктов, осваивает новое направление – ульетерапию. Тут создается такая ауру, потому что человек, больной, находясь в близком контакте с колониями пчел, уже начинает процесс лечения. Через вот эти дырочки выходит отсюда из ульев воздух такой, и человек, дыша вот этим воздухом, выздоравливает. Я отдыхаю от всего. Действительно, как хорошо. Так можно сказать, побывав в любом уголке Батревского района. Промышленность, торговля и, конечно, сельское хозяйство развиваются настолько успешно, что это дает возможность активно софинансировать государственные социальные проекты. За последние годы, благодаря поддержке правительства Чувашии, нам удалось сделать многое. Ведем активные строительные работы, ремонт дорог, ввод жилья, социальных объектов. Только в этом году планируется завершить строительство сразу пяти автодорог с твердым покрытием. Это в деревне Булакова, селе Батрево, село Сугута, в деревне Козылкамыш. Планируем начать дорогу Турунова-Малой Арабузи. Развивается малый бизнес. Сегодня у нас уже более тысячи субъектов. Только в сельском хозяйстве на их долю приходится более половины всей продукции. Улучшение качества жизни, государственные гарантии и реальная помощь как хозяйствам, так и гражданам положительно повлияло на демографическую ситуацию. Наша задача – сделать Батревский район территорией опережающего развития. Для этого у нас есть все возможности и главный ресурс – трудолюбивый народ. Чувашская пословица гласит – перед прошлым склони голову, перед будущим засучи рукава. В Батревском районе эту народную мудрость чтут все, от мала до велика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова